Ну что ж, друзья мои, еще раз добрый день. Еще раз добрый день. Успел я попрощаться, но сейчас вновь здороваюсь. Продолжается бизнес-канал на Финам.ФМ. Сейчас время бизнес-класса. И, может быть, кстати, и логично для пятничного эфира мы сегодня будем обсуждать тему рынок химчисток и прачечных. Ну, по субботам и воскресеньям, как правило, да, обыватель настраивается на посещение этого заведения. Это, наверное, замечательно. Итак, тема рынок химчисток и прачечных. Вчера, сегодня, завтра в гостях сегодня в студии бизнес-класса Дмитрий Несветов, президент группы компании «Диана». Дмитрий, день добрый. Добрый день. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, спрашивайте. Кстати, можете поделиться, да, какими-то, как это называется, какими-то соображениями, эмоциями, как в армии, да, какие-то... Жалобы, предложения, жалобы, предложения, апелляции. Какие-то несогласия. Да, 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 да. Дмитрию будет интересно, я думаю, как президенту. Ну что ж, а информационным поводом мы решили так, да, за эфиром будет замечательная дата, 20 лет бренду «Диана», буквально на днях, я так понимаю, да? Да, ну это, собственно, не конкретный день, потому что юбилей мы отмечаем в течение нескольких недель, даже месяцев, потому что формально в самом начале декабря 1993 года было зарегистрировано юридическое лицо с этой целью. А в начале марта уже следующего, 94-го, было запущено первое производство уже в новом формате, с новыми стандартами качества, сервиса и всего этого. Здорово. Поэтому вот эти несколько месяцев, 20 лет назад, собственно, мы считаем рождением этого бренда, этой сети и вообще всей этой довольно занятной историей, которой вот мы уже все два десятка лет живем. Потому что все это было очень по-разному. Все начиналось с одного, потом прошло целый ряд всевозможных этапов, когда менялись и форматы, и стратегии, и ориентация, и способы взаимодействия с потребителями. Более того, мы побывали крупнейшей в Европе сетью, потом нас немножко передавила одна швейцарская сеть, которая просто вышла в Южную Америку, поэтому формально они оказались крупнее. А на самом деле в России это действительно крупнейшая сеть этого профиля. Сегодня, Диана, это более 600 точек приема, это 10 регионов Российской Федерации, это 23 полнопрофильных производства, не считая специализированных, ну и так далее, и так далее. Общая сложность это более полутора миллионов клиентов в год, то есть полутора миллионов обращений. Для этого бизнеса, для этой сферы, это в определенном смысле, Диана, это явление уникальное. Потому что во всем мире, почти во всем мире, таких сетевых структур в этой отрасли, в этой сфере почти нет. Это, видимо, связано со спецификой непосредственно. Да, совершенно верно. Во всем мире, собственно, как и в прошлые века, начиная там с 18-го и 19-го, это все были небольшие семейные предприятия. Мы все прекрасно помним там в Париже, там в Санкт-Петербурге, там в Берлине 19-го века небольшие китайские предприятия, или китайские, или японские, которые ассоциировались как раз с прачечными услугами, тогда никакой химчистки конечно не было, но это всегда очень локальные, очень небольшие, буквально из двух-трех-пяти человек. Собственно, этот формат во всем мире сохранился по всю пору. И крупные сетевые структуры для этой сферы это большая редкость. Ну, можно ли говорить, что, поскольку так случилось именно в вашем случае, в России, можно ли говорить, что есть некая специфика, или это просто ваш взгляд на этот бизнес, он помог, да, действительно, нетрадиционно повести, что ли? Ну, да, можно сказать так, что это было, конечно, в определенной степени изнасилование традиции, потому что бизнес возник, по большому счету, достаточно спонтанно. Он возник сначала... Причем, изначально-то он мог выглядеть именно так, как и традиционно, да? Мог, конечно, мог, безусловно. Но если мы припомним, если среди наших слушателей есть наши с вами ровесники, надеюсь, что есть, то они могут припомнить, что такое было начало 90-х годов, что происходило с потребительским сектором не только в Москве, но и в России в целом. И я помню, что идея у одного из моих партнеров и совладельцев этого бизнеса возникла в связи с тем, что... Идея просто сформулирована оказалась в связи с тем, что ему надоело отправлять свои костюмы и рубашки в Финляндию на чистку и стирку, потому что сфера была практически в упадке. Если вы припомните, то в конце 80-х, начале 90-х годов все вот эти мелкие сферы загнали в так называемую аренду, в аренду. Я, честно говоря, не помню этих тонкостей, но я вспоминаю сейчас еще советские времена, были дома быта, и вот единственное, что могло бы быть. Или замечательный фильм, помните, Меньшовский, Москва-Слезамневерия, героиня как раз... Да, 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 это наша сфера, совершенно верно. Так вот, их выгнали на самостоятельные поля, на самостоятельную жизнь. Безусловно, все эти предприятия, которые, собственно, самостоятельные никогда не были, они не были к этому готовы, и сфера практически развалилась. И поэтому вот в середине 90-х ее пришлось, ну, что называется, восстанавливать. Потом мы уже, конечно, проехали по миру, посмотрели, как все это устроено, убедились в том, что наш формат здорово отличается от того, что в мире существует, но всегда в любых инвестициях остается выбор. Конечно. Ломать традицию, жесткую традицию, и перестраивать инфраструктуру, или встраиваться в то, что досталось в наследство. Мы пошли все-таки по этому второму пути, потому что вот эти вот предприятия, ровно те, которые мы с вами видели в этом фильме, это тоже в определенной степени советская специфика, она была придумана в 60-х годах, они до сих пор, кстати, есть издания двухэтажные, комплексные, они называются «Косыгинские прачечные», потому что в свое время Алексей Николаевич Косыгин, председатель Совета Министров СССР, у него было много программ, в том числе одной из программ Министерства бытового обслуживания населения было создание вот таких сетевых цеховых структур. Совершеннейшая дичь для мира в целом и для этой сферы, но вот у нас она как-то прижилась, и мы взяли за основу вот эту вот развалившуюся советскую инфраструктуру и начали с того, что начали реконструировать ее. — Будете смеяться, я даже, ну буквально пару лет назад где-то в Подмосковье был в живой, в живой вот этой вот уже можно сказать раритетной прачечной, то есть она вот реально сейчас еще работает, ну понятно, что там стены немножко, да, выглядят хуже, чем в советские времена, но главное, что она функционирует. — У нас есть звонок, давайте послушаем. — Здравствуйте. — Илья, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. — Здравствуйте. — Спасибо за передачу, спасибо за то, что пригласили интересного гостя. Я вот хотел задать вопрос, насколько я знаю, изначально, как вы правильно сказали, отметили, то есть вы начали развиваться из Москвы, именно вот из тех бывших фабрик химчисток, да, вот косыгинских, вот эти косыгинские прачечные. Вот, я хотел уточнить, оправдали, просто, ну, слухи ходят, ходили тогда, что вам очень сильно помог кризис, потому что кредиты у вас были в рублях, и, соответственно, когда рубль обеспечился во время кризиса, то есть это вам помогло для развития бизнеса, и вы смогли очень активно, быстро и качественно произвести модернизацию и тем самым уйти от этого ставкового уровня оказания таких услуг. — Илья, у меня только просьба вы уточните, о каком кризисе идет речь. — 98-го года, видимо. — Абсолютно правильно, 98-го года. — Спасибо, спасибо за вопрос. — Спасибо, Илья, за вопрос. Нет, это не совсем так, ну, о нас много всяких россказней ходит. — Это здорово? — Нет, ну, естественно. — А вас рассказывают, значит, да, вас уважают, вас знают. — Нет, узнаваемость вообще мы... — Я сейчас вернусь к вопросу Ильи, просто в контексте хочу, в контексте юбилея, мы перед юбилеем проводили, мы довольно часто и регулярно это делаем, собственно, независимое маркетинговое исследование, просто пощупать рынок, пощупать, значит, то, что на нем происходит, какая динамика. И одно из приятных юбилейных обстоятельств, которые мы вычитали из этого исследования, состоит в том, что в нашей сфере узнаваемость бренда на сегодняшний день чуть больше 40%, а ближайшего, что называется, конкурента догоняющего, все-навсего 7, то есть уже на границах с погрешностью. И это приятно, действительно приятно, и это того стоит. Теперь возвращаясь к вопросу об кризисе и кризисе. Нет, это не так. К сожалению, мы были бы очень рады, если бы это так случилось. Да, жизнь упростилась бы. Но нам, к сожалению, не повезло. В этом смысле мы так же, как и весь потребительский сектор, вообще как вся экономика России, довольно тяжело перенесли этот кризис, но прошли его без потерь, что очень важно. А что касается льготирования, кредитования и прочих вещей, то я... Ну давайте уже после паузы. Да, после перерыва я уточню, как это было на самом деле. Хорошо. Мы сейчас прервемся. Новости на Финам. ФМ потом... Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам. ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Дмитрий Несветов, президент группы компании «Диана». Обсуждаем рынок химчисток и прачечных вчера, сегодня, завтра. Ну и еще раз напомню, 20 лет бренду «Диана». Хотя затяжное празднование тоже, с одной стороны, хорошо, да? А с другой стороны, очень утомительно. Ну, зато мы много акций клиентских успеем сделать. Это здорово, да. За несколько месяцев, потому что... Еще раз, да, запомнится еще раз в связи с этими акциями, с этим юбилеем бренд «Диана». И эти 40% придут и в 60%, а может быть и в 80%. Най бог, чтобы так получилось. Спасибо еще раз за добрые слова. Да, я возвращаюсь к вопросу, который был задан за перерывом. Очень коротко. Это действительно касается части названия нашей программы. «Рынок химчисток» вчера. Так вот, вчера была такая история, мы начали об этом немножко говорить, о том, что в 1994 году мы на этот рынок вошли. И, естественно, рынок отнесся к ним очень... В целом отнесся очень настороженно. Потому что какие-то новые люди. Ни один из инициаторов и топ-менеджеров этого проекта тогда не имел никакого никогда отношения ни вообще к потребительской сфере, ни к химчистке, в частности. Поэтому на нас немножко так набычились, всячески писали и говорили о нас дурные слова. И, в конце концов, это даже закончилось тем, что в середине 1994 года к нам на предприятие приехал тогдашний заместитель министра московского правительства со строгой инспекцией. То есть, кто-то такие. И что они тут такое выделывали? Чем занимаются? Ну, у нас ушло... Да, бизнес в основном был инвестиционный поначалу, но на этапе развития, активного развития, то есть в средние 90-х годов он, конечно, потребовал кредитования, потребовал средств на расширение. И тогда мы прошли двухлетний этап довольно сложных отношений с московскими властями. В конце концов, они нас признали. И в 96-м году по нашей инициативе было выпущено специально целый ряд подзаконных и нормативных актов о развитии этой сферы. И мы активнейшим образом принимали в этом участие, участвовали в конкурсах, которые тогда проводили московские власти, выиграли значительную часть этих конкурсов и получили так называемые инвестиционные ссуды. Не очень большая часть всех тех инвестиций, которые мы вкладывали в развитие, но все-таки существенная, заметная. Это произошло как раз в 96-м году, но инвестиционные ссуды, это деньги возвратные и платные, то есть никакой единственный процент по тем временам, я сейчас уже, конечно, детали не помню, но он был чуть более льготный, чем банковский. И он не требовал таких жестких гарантий, которые существуют в банковском секторе, обеспечения. Поэтому мы, собственно, основной прыжок, вторая очередь развития, которая пришлась как раз на 96-98 год, была связана в том числе и с достаточным количеством средств на развитие. И среди них были средства инвестиционные ссуды московских властей, московского правительства. Но, к сожалению, до кризиса значительную часть этих средств мы вернули, поэтому они были рублевые. Оказались недальновидными. Оказались, ну, вот как-то... Подождать бы еще немножко. И тогда, конечно, у нас были обязательства рублевые, нам было бы легче их отдавать после августа 98-го года, но, к сожалению, этот лучик не блеснул, и мы практически все отдали и исполнили те обязательства, которые перед нами были до кризиса. Кризис, повторю еще раз, мы пережили, как и все, довольно непросто. Это была, в общем-то, серьезная встряска для всех, но, тем не менее, это как раз был тот вид кризиса, который, что называется, очистительный кризис, который в значительной мере явился импульсом и таким мотором нового развития. И то, что происходило в начале 2000-х годов в целом с рынком и с нашей сферой, в частности, во многом было заложено тем, что произошло в 98-м. Поэтому остановились мы довольно быстро. Отсюда, в том числе, и такой серьезный вывод, что любой кризис, если он ожидается, лучше переживать или пережидать на этапе уверенного и сбалансированного развития. Когда тренд положительный, собственный тренд положительный, то кризис переносится легче. Другое дело, что можно, конечно, разбросаться деньгами, инвестициями и прочее, прочее, и кризис не даст возможности их вернуть. Но, тем не менее, все-таки, чем устойчивее положительный тренд, тем легче пережить всякие потрясения. Добрый, добрый. Дмитрий, со знанием дела, причем я хочу сказать, об этом заявляет сейчас. У нас есть еще звонки, давайте послушаем. Следующий звонок. Николай, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы у гостя спросить, мое субъективное мнение, на самом деле. Вот у меня, например, сейчас Диана, как у человека, который достаточно давно пользуется услугами химчисток, отстреливается с таким вот фастфудом в мире крачечных химчисток. Потому что, к сожалению, вот последние вещи, которые я туда отдаю, дорогие, они портятся. Ну, вот сразу говорю, даже могу сказать, какие улицы, это вот на Воге, на Академике в Москве. Вот, к сожалению, вот до какого-то момента я пользуюсь этой химчисткой только потому, что близко, много где есть, вот, сейчас заставил себя ехать чуть дальше и, вот, к сожалению, сейчас тоже ждут его химчистки. Потому что, на самом деле, даже цены сравниваю. Раньше у меня всегда стоила Диана, как цена ниже, чем у других, но сейчас уже такого нет. Ну, нельзя сказать, что цена выше, чем у других, да? Нет, нет, определенно не выше, то есть я иногда даже больше плачу там в другие химчистки, но, к сожалению, что качество... Ну, понятно, претензии, Николай, к качеству, да? Спасибо за звонок, спасибо. Спасибо за вопрос. Вопрос, да, к сожалению, в целом эта сфера, и вот никак, мы постараемся, конечно, объяснять это нашим потребителям, и сами это понимаем, эта сфера конфликтная, безусловно. Это не йогурты мы покупаем в магазине, которые мы съели и выбросили то, в чем они были упакованы. Это одежда. Часто это любимая одежда. Часто это одежда, которая носилась и в результате эксплуатации, конечно... Ну, по каким-то эксплуатациям, даже нечасто эксплуатация, она все равно отражается на внешнем виде. К сожалению, существует в психологии потребительская такая особенность, мы давно ее уже заметили, о том, что... Это не относится к претензиям, к словам Николая, я просто общую ситуацию поясняю коротко. Есть такая психологическая особенность, и у меня у самого, когда я еще не занимался этой сферой, у меня была ровно та же самая установка. Мне казалось, что если я сдам свой костюм в химчистку, то я получу его не только чистым, но и почти новым. То есть, вот было что-то такое загадочное в этой химчисточной технологии. Волшебное. Мне казалось, что это волшебное. И с этой установкой поворотся чрезвычайно трудно. Она есть, она действует. Это действительно так. Что касается качества фастфуда и всего остального. Да, безусловно, эта проблема существует. Дело в том, что очень часто качество обработки связано не только с тем, что происходит в наших цехах. Очень часто это связано, ну, как правило, с тремя факторами. Один из факторов – это серьезная и очень интенсивная эксплуатация. У нас, к сожалению, в этой сфере тоже еще недостаточно культуры потребления. В том смысле, что вот в Европе, например, костюмную группу, пальто, зимние вещи и так далее, сдают не по мере загрязнения, а вот в гигиенических соображениях. То есть, вот какое-то время поносить, профилактически. И освежается. Недонашивает вот уже до такого состояния, когда, ну, и, к сожалению, в загрязнении довольно много скрытой такой фактуры, скрытых дефектов, которые при чистке вылезают. Мы с этим ничего не можем сделать. Это особенность эксплуатации или, там, длительность эксплуатации, качество этой эксплуатации. И с этим побороться чрезвычайно сложно. Вторая причина возможных претензий и конфликтов связана вообще не с нами и не с потребителем, а с качеством того, что мы чистим и что наши люди носят. Ну, мы прекрасно знаем, куда сейчас смещается все производство одежды. Давно уже сместилось. Глубоко на восток. Сначала это была, там, условная Турция, сегодня это условный Китай и так далее, и так далее. Даже, в общем, серьезные бренды, как мы знаем прекрасно, кто ездит на Виамонт Наполеона в Милан, там, на распродаже, прекрасно знает, что некоторое время, несколько лет тому назад были очень крупные конфликты, когда, там, в каком-нибудь брендовом магазине, условном, там, Сальваторо-Феррагамо, вдруг оказывается, что вещь на шильдике написана «Made in China», и тут шифр, а на самом деле, да, дорого производить в Европе текстильные вещи, текстильные изделия, поэтому их приходится переносить, там, где-то недорого. Конечно, простая математика. Простая математика. Даже бренды этим занимают, конечно, под своим контролем и так далее. А что говорить о массовом производстве? Очень часто, особенно это касается сложного ассортимента, а именно кожи, замши, ну, булков, дубленок, мехов и так далее. Очень часто уровень качества производства не выдерживает вообще никакой чистки. У нас шубы иногда просто разваливаются. Дмитрий, вынужден вас прервать, сейчас мы послушаем рубрику «Вне времени», потом продолжим. И, Вадим, дождитесь, пожалуйста. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем тему рынка химчисток и прачечных. И в костях Дмитрий Несветов, президент группы компании «Диана». У нас есть звонок, долго очень, да, ждет слушатель. Давайте я с него начну все-таки. Вадим, спасибо за терпение говорить, вы в эфире. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Во-первых, хорошие передачи у вас, интересные. Спасибо, спасибо, Вадим. Вот, побольше таких. А Дмитрия, я как раз вот, ну, 45-50 лет, кому люди знают, как это было в 90-х годах. То, что вы прошли вот эти круги ада. Остались, так сказать, на рынке на очень-очень тяжелом, сложном. Огромное спасибо. Есть на кого равняться, смотреть. Спасибо. Вкус к бизнесу у вас не пропадает. Вот это очень важно. Да. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за звонок, Вадим. Ну вот, видите. Ну да. Хорошо, что дождался Вадим, столько хороших слов услышал и я, и вы. Спасибо, это действительно приятно. Но я, тем не менее, хочу вернуться к теме конфликтной, довольно тяжелой. Так вот, до перерыва я успел рассказать про две возможные причины этих конфликтов. Ну, не считая психологических. Есть, конечно, мы не можем, разумеется, от этого отказаться. Есть и наша вина, безусловно, потому что обработка изделий это не только технологии, это еще и в первую очередь, и в главном, это человеческий фактор. Потому что изделия там 20-30 лет недавности и сегодняшние и нынешние изделия, это не только в силу там их качества, но и в силу того, что текстильный мир, текстильный производство сильно изменилось. Очень много многосоставных, сложных тканей, которые очень сложно обрабатывать, обрабатывать единым циклом. Поэтому это руки, руки. И прав наш слушатель, говоря о том, что мы, конечно, самое массовое химчисты. Самое массовое. Это принципиальная наша позиция. Мы в свое время, в конце 90-х годов сформулировали ее таким образом, что никто не должен остаться без этой услуги. Ну, из тех, кто имеет такую возможность. Поэтому всегда позиционировали себя в минимальном ценовом секторе, насколько это возможно. И сегодня, когда речь идет о том, что вот в определенном... И продолжаем себя позиционировать в этом же сегменте до сих пор. Конечно, сейчас начались ценовые игры на потребительском рынке, и московском, и российском. Спад. Ценовые игры часто связаны с демпингом конкурентов. Потому что мы, конечно, вытесняем друг друга. Стараемся как-то вытеснить. Очень многие работают. И часто работают все убытки и так далее. Мы продолжаем позиционировать себя как химчистка для всех. Но при этом, при всем стараемся держать тот уровень качества, который не вызывал бы нареканий. Это сложно. За эти 20 лет мы несколько раз, я вам сейчас точно даже не скажу, а раз шесть мы изменили внутреннюю систему контроля качества. Вкладывали в нее очень большие деньги. Наши технологи, наши специалисты каждый год обучаются в Европе и в Азии, и в Америке, в общем, там, где есть эта возможность. У нас есть собственный учебный центр, потому что кадров нигде с начала 90-х годов профильных кадров не готовят. Мы вынуждены были его создать. Мы получили даже лицензию Министерства образования. И это абсолютно действующий учебный центр, который готовит нам специалистов. Мы их стараемся вводить во все новые технологии, во все новые химикаты, обучать за рубежом и так далее. Мы работаем над этой темой. Конечно, это бывает. Но еще одна очень важная вещь, я хотел бы сказать напоследок по этой теме, я надеюсь, что напоследок, по крайней мере, в этом эфире, о том, что, конечно, есть некоторый негативный фон, но связан он с чистой арифметикой. Ну вот я в начале нашего разговора сказал о том, что примерный наш годовой объем, это там более полутора миллионов обращений. А средняя или там небольшая даже сетевая химчистка, ну дай бог, если там 20-30, ну пусть 50 тысяч, это принципиальная разница. В свое время, еще в советские времена, существовал даже такой норматив в Министерстве бытового обслуживания населения о том, что в пределах 1% брака химчистки допускается. И вот мы, конечно, этого не допускаем. Мы всегда считаем, кстати, объем обращений. Это сильно меньше даже десяток долей процента, но все равно они есть. И вот представим себе, что такое там 1% от 50 тысяч обращений и 1% от полутора миллионов обращений. Это сильно разные цифры. Безусловно. Поэтому, конечно, некоторый фон информационный на эту тему существует. Мы еще раз хочу заверить наших слушателей о том, что Диана каждый год продумывает все новые и новые программы для расширения линейки услуг, для изменения и улучшения своей технологии и, конечно, для контроля качества. Мы будем стараться. Я запомнил адрес, о котором сказал наш слушатель, и обязательно поинтересую. Ну, здесь уже сюрпризов-то не будет. Надо было не в эфире, видимо, его озвучивать. Не, ну, в любом случае, да, это да. Тем не менее, проверить проверим. То вас уже там ждут, там уже траву покрасили, как обычно. А меня трава не будет интересовать. Мне будет интересовать качество висящих на стеллажах изделий. Дмитрий, смотрите, вот в результате озвученных вопросов я хотел бы поинтересоваться у вас, ну, опять-таки, может не применительно даже непосредственно к вашему бизнесу, а в принципе, как вы думаете, вот этот термин фастфуд, который Николай прозвучал, ну, и в принципе, может быть, даже дело не в фастфуде, как в предмете обсуждения, да, а именно в сетевой концепции того или иного бизнеса. Всегда ли означает, или, может быть, есть в этом логика, или нет в этой связи, что если это сеть, это всегда худшее качество? Если это штучный бизнес, это лучшее качество? Ну, опять, по объективным причинам, потому что вот за этим проще следить, и тот самый один процент от 50 тысяч, это два человека, ну, условно говоря, а от полутора миллионов, это 200 человек, ну, и так далее. Вот есть взаимосвязь? Нет, в этой части нет, конечно, я считаю, что это неправильно. По крайней мере, мы все 20 лет нашего сетевого существования с этим организованно боремся, с тем, чтобы такое впечатление не складывалось. Да, конечно, вы правы, и слушатели наши правы, что огромный объем, особенно в периоды так называемых сезонных всплесков, а у нас бизнес сезонный тоже, потому что когда ассортимент меняется в связи с похолоданием в нашей холодной стране, естественно, он меняется принципиально, его освежают, освежают летние и готовят к сезону зимний. В эти всплески, конечно, тяжело, у нас на многих производствах три смены, в том числе и ночная, для того, чтобы успеть все обработать в срок. Конечно, это трудно, но, опять же, это во всех случаях вопрос качества, это вопрос эффективного управления. Если правильно выстроить систему контроля, то, что раньше, там, при той же советской власти называлось ОТК, или что-то в этом роде, несмотря на то, что это почти штучная работа и ручная работа, теоретически это возможно сделать, и практически это возможно сделать, и это надо делать, и вопрос задан, главное, главная задача, которая стоит перед управлением, сетевым управлением нашей компании, в том числе стоит в том, чтобы эффективность этого контроля была максимально высокой, независимо от объема обработки. Другое дело, что мы прекрасно понимаем, что есть разный уровень потребителей, разный тип отношения к этой сфере и вообще в целом к потребительской сфере. У нас есть услуги персонального технолога, то есть те самые услуги, которые по просьбе желающих и готовых чуть больше платить, ну, как бы гарантированно будут просмотрены специалистами персонально. То есть в том случае, если клиенты все-таки не доверяют потоку, а у нас, ну, безусловно, поток, и это та проблема, которой как бы мы могли бы похвастаться, потому что даже в период потребительского спада довольно заметного, этот поток у нас сохраняется. Вот сейчас сезон, вот зима пришла, как всегда, внезапно, и у нас, в общем, по три смены, это все серьезно. Так вот в том случае, если у клиентов есть желание, чтобы к их любимой, к любимому пиджаку, юбке, там, я не знаю, одеяло, детской игрушке, отнеслись персонально, у нас, конечно, три услуга есть. И она так и называется, ваш персональный технолог, ВПТ, и на каждой точке 600, в каждой точке ее могут предоставить. А, кстати, вот эта услуга персонального технолога, она будет с чем связана? Что вам лично, квалифицированно скажут о том, как может или как будет, да, выглядеть ваша вещь. Это не значит, что, условно говоря, для потока есть одни химикаты, а для VIP-обслуживания есть другие, да, как в рекламе. Вот так аккуратненько подольют, потрут, да, и все у тебя будет хорошо. Нет, 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 конечно, нет. Вообще, я вам должен сказать одну страшную тайну по секрету, что вот когда очень часто в рекламе используют для нашей сферы, это не только для нашей сферы свойственные, но у нас это особенно занятно всегда происходит. Особенно по страновым, там, национальным делениям. Уникальная итальянская технология, говорят нам химчистка. Уникальная американская технология, которая никогда в жизни еще не была. Все это чепуха и ерунда, потому что общий смысл, технологический смысл того, что происходит с вещами в химии, в так называемой сухой чистке, или по-английски dry cleaning, было придумано несколько десятков лет назад. И принципиально это не изменилось. Другое дело, другое дело, что, конечно, каждый год совершенствуются химикаты, они становятся более в чем-то эффективными. Несмотря на то, что принципиально основа их не меняется. Добавилось несколько технологий. Просто те, вот за последние там полтора десятка лет, к перхлоратиленовой стандартной, самой традиционной технологии добавились водные технологии, аквачистка, так называемая. Сейчас добавляются углеводородные соединения и так далее, и так далее, и так далее. То есть это, конечно, развивается. Но в основе своей суть технологического цикла обработки вещей в сухой чистке принципиально не меняется. Поэтому ничего уникального и там принципиально иного здесь нет. Есть, конечно, извинения, но не принципиально. Так вот, к вашему вопросу. Нет, конечно, ваш персональный технолог, это не другая технология. Это не более дорогие химикаты. Нет. Это, по большому счету, это просто большее внимание. Внимание, да. То есть персональный технолог, это специально выделенный в цеху человек, который вот тот объем изделий и заказов, которые идут по этой линии, по линии ВПТ, ваш персональный технолог, он просто лично контролирует, чтобы это все прошло в полном виде и на каждом этапе смотрит, чтобы обычно по этой технологии сдают сложные изделия, то есть те, которые нужно проверять на каждом шаге. Иногда, когда поток, это просто невозможно или там позабывчивость по человеческому фактору или там технологически невозможно. Так вот, когда ваш персональный технолог, вот эта линейка включается, в этом случае есть гарантия, что на каждом этапе технологического цикла специально обученный человек, квалифицированный человек это проверит, и гарантия того, что это будет ожидаемое качество, ну не гарантия, конечно, но вероятность того, что это будет ожидаемое качество выше. Гораздо выше. Я бы так сказал. Всегда приятно иметь дело со специально обученным человеком. Да, это правда. И это многие, многие клиенты, кстати, на это идут. Там бывает так, что какую-то часть вещей, часть заказываний сдают по общей линии, а вот мне вот эту дубленочку, пожалуйста, или вот там вот мое свадебное платье. Или там мое замечательное, там мой сарафан, которому 72 года, и я вот там чудесно, вот пожалуйста, вы ПТ. Ну вот это страшные, конечно, слова, мой сарафан, которому 72 года, я принесла в чистку, вы, пожалуйста, за ним последите. Да, это трудно. Да, потом он появляется каким-то незнакомым, я забыл, что ему 72 года. Ну что же вы натворили-то, да, и пошли. Кстати, вот с этой точки зрения, о взаимоотношениях, да, или, как вы говорите, о конфликтах, как это, претензионные проблемы. Конфликтная сфера. Конфликтная сфера, да, согласен. Сфера услуг, это всегда конфликт. Вот с этой точки зрения, если посмотреть, точнее, на эту проблему, смотреть с другой точки зрения, с противоположной стороны существует такой термин, даже специальный, потребительский экстремизм. Да. Вот как он выглядит, и, в принципе, да, здесь, как бы, есть точки зрения какие-то? Нет, ну, как всякий экстремизм, и политический, там, я не знаю, и социальный, потребительский, экономический экстремизм это проблема, это бедствие. Ну, об этом уже говорят довольно давно, в том числе я слышал и в ваших эфирах, довольно часто эксперты об этом говорят. Это группа потребителей, которые, ну, если коротко, это группа потребителей, которые во взаимодействии с потребительской сферой, да, мы прервемся, прервемся. Через паузу. Хорошо, сейчас новости, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир, бизнес-класс на Финам. ФМ, сегодня в гостях Дмитрий Несветов, президент группы компании Диана, и обсуждаем мы рынок химчисток и прачечных, вчера, сегодня и завтра, а вчера и сегодня мы уже, ну, а завтра чуть позже, да. А давайте ведемся к неприятному словосочетанию, но, тем не менее, это... Ну, здесь все понятно, так же, как и всякий экстремизм в другой сфере, это та самая группа потребителей, вот, как бы, по определению, та самая группа потребителей, которая в своих взаимоотношениях с рынком, с его инфраструктурой, прежде всего, в сфере услуг и в потребительской сфере, на этих взаимоотношениях зарабатывает, профессионально зарабатывает. Есть такая категория, которая заведомо сдаёт там дефектные вещи, которые заставляют там тем или иным способом допустить при приеме какую-то ошибку, которая потом была бы очень значима в суде, там, и так далее, и так далее, и судятся активнейшим образом. Есть эта категория, мы к этому за 20 лет уже привыкли, для нас это поначалу было сильно удивительно, а сейчас мы это прекрасно понимаем, сейчас у нас есть определенные способы, как эти вещи видеть, ну и, естественно, средства, как с этим бороться. У нас в сфере существует очень жёсткая конкуренция в целом, ну, как и во всей потребительской сфере, это единственный конкурентный островок в нашей монополизированной экономике, я имею в виду потребительский сектор. Так вот, несмотря на острую конкуренцию, у нас всё-таки находятся механизмы информировать друг друга о тех группах людей, которые нам стали известны. То есть некие чёрные списки тоже у вас есть? Они существуют, да, они существуют, они, конечно, не гласные, и не там, не между всеми, но, тем не менее, есть такие асы или целые группы асов, которые просто ходят по, в том числе, по предприятиям нашей сферы с тем, чтобы на них заработать. А закон о защите, я даже не верно вам сказал, они зарабатывают не столько на взаимоотношениях между потребителем и инфраструктурой рынок, сколько на особенностях закона о защите прав потребителей. И они очень хорошо и профессионально это делают, потому что закон, невзирая на всю его условную прогрессивность и действительно защиту потребителей, он такой возможность, к сожалению, даёт. Поэтому с этим просто нужно аккуратно бороться, нужно иметь грамотную юридическую службу, нужно обучать на точке... Самое главное в нашей сфере, самый главный момент встречи с потребителем, это точка приёма. Потому что в этом месте заключаются отношения и как будет вещь, как будет изделие принято, так в результате оно будет, оно и выйдет после обработки. Вообще нам сложно в этом смысле, потому что мы, вот как я уже шутил, да, мы не йогурт продаём, да, мы даже не бутылку водки. Очень трудно определить, что мы продаём. Мы продаём чистоту. То есть мы же возвращаем обратно ваши вещи. Мы не вытачиваем новые ключи, как это делает металлоремонт. Мы берём и отдаём ровно то, что взяли, но только там немножко другое качество. То есть мы продаём качество, мы продаём некое новое качество. И определить его какими-то конкретными параметами, конечно, очень сложно. Ну вот об этом, да, и с этим связаны те самые проблемы, да, в законодательстве. И с этим, конечно, связаны. Да, 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 конечно. Чуть-чуть неверно оформлена квитанция. Да, да, и уже можно придраться. Уже, пожалуйста. А закон очень жёсткий. Он за, если вещь товарная или там какой-нибудь другой технологической экспертизы будет признана утраченной там или испорченной, то мы обязаны будем в зависимости от ситуации возмещать от двух кратной стоимости не обработки, а самого изделия. Да бог с вами. Абсолютно. Нового. Нового изделия или оценённого в той или иной форме товарной и товароведческой экспертизы. Это сложная вообще довольно история. И потребитель здесь, у него есть возможность заработать, если плохо защищаться. Мы вынуждены защищаться, к сожалению. Ну, дай бог, дай бог, чтобы у вас получилось. Спасибо. Ну, это, слава богу, вот всё, чтобы наш эфир и наши слушатели не сильно как-то вот переволновались по этому поводу. Это всё-таки единичный случай, безусловно. Да, да. То есть это не система. Да, слава богу. Так, вернёмся к разговору о бизнесе непосредственно. Я хотел бы ещё раз напомнить, да, что бренд Диана появился в конце 93-го года. В начале 94-го года уже пошли первые, первые, значит, непосредственно, да, появились первые химчистки. Сейчас 2003-й год, 20 лет этому бренду. И, на что я делаю акцент, 93-й, 2003-й, вот эти 20 лет становления, по сути, новой действительности в Российской Федерации, да? Да, экономической, по крайней мере. Совершенно. И вы через это, вот Вадим, кстати, молодец, он подчеркнул тоже это, нам звонил, когда говорил, вот вы прошли через самое, ну, пекло, извините за банальности, самых жерновах вот этого становления, когда всё непонятно, что там, два кризиса. Да, это правда. Это действительно трудно было сделать. Я сейчас, подожди, я сейчас не дефирам бы вам поюх, хотя, в принципе, да, накануне юбилея это было бы нет, я хочу понять, смотрите, во-первых, ну, как, за счёт чего, человеческий ли фактор, я не знаю, в течение обстоятельств, так звёзды легли, там, что-то ещё, как, вот, пройти, да, столь нелёгкий бизнес-путь. И вообще, в принципе, я хочу понять, в России, да, периодически мы к этому, ну, а в нашем эфире ежедневно возвращаемся, Россия, вот она такая, она любимая, родная, но бизнес, малый, особенно, и средний, он постоянно по твоим давлением находится, чиновничим ли, природным ли, я уж не знаю, каким ещё давлением. Так вот, как вы лично, да, на что вы опирались, и вот об этой проблеме, если можно, Дмитрий. Ну, да, конечно, я согласен с тем, что мы прошли очень разные стадии экономического существования в нашей стране, и в этом городе большом, они действительно были разные, и мы были разные, потому что мы первоначально позиционировали себя, вот если кто слушал наш разговор с самого начала, вот помнят, что идея в том, что богатым людям или сравнительно обеспеченным людям в начале 90-х годов не было где чистить вещи, кроме как Финляндия, Франция, Польша, там ещё где-то. Это просто всем надоело, это некомфортно, и поэтому первый наш формат в значительной мере, он был, ну, что называется, элитарный. Тогда ещё не было так на зубах слово евросервис, там евроуровень, тогда это был действительно евроуровень, и мы специально сидели, посмотрели, как там всё это устроено, и мы тогда привезли в эту страну одноразовые вешалки, одноразовую упаковку, потому что, опять же, возвращаясь к Москве, слезам не верят, бумажку заверните, а можно два слоя, вот ровно так оно и было. — Да-да, в стране с бумагой напряжёнкой. — С бумагой напряжёнкой, совершенно точно. В начале 90-х совсем была напряжёнка, в том числе и сервис. Не знал тогда ещё рынок этого уровня. Поэтому мы, понятное дело, на этом тренде позиционировали себя как элитную химчистку, как услугу для состоятельных людей. Затем, по мере развития становления потребительского сектора и вообще общего потребительского роста и формирования потребительского спроса, мы, естественно, пошли вширь. Мы ушли уже из самого верхнего сегмента, из лакшери, из премиум и вернулись, вернее, пришли к мидлу и, собственно, с тех пор от него не уходили. И так далее. То есть я рассказал о том, что, об этом рассказал к тому, что концепция менялась в зависимости от экономической ситуации, безусловно. И если попробовать ответить на ваш вопрос, то я вот сходу и коротко я вижу две причины, почему нам это удалось. Ну, помимо, конечно, везения и тех обстоятельств, которые нам помогали в целом. Два системных фактора я все-таки назвал бы. Первый это нам удавалось, всякий раз удавалось довольно грамотно и точно прогнозировать динамику рынка, что есть нашего, особенно нашего. Конечно, не загнул в узкие наши сегментные рамки, потому что все рынки, все сегменты так или иначе связаны друг с другом. Поэтому в целом за потребительской ситуацией в Москве и в центральном регионе России мы следили очень внимательно. И нам удавалось угадывать те параметры, к которым он приближается. И надо сказать, что мы не часто ошибались. Здесь точное понимание того, что будет на рынке через год, через год, даже в наших обстоятельствах. Это дорогого стоит, как показала практика. Мы не пошли по тем форматам, которые потом провалились. Они были тогда очень модны. Нам показалось, что другие форматы, те, которыми занимались и развивали мы, будут более устойчивы. Так и вышло. И второй фактор, он связан чисто с некоторым внутренним корпоративным обустройством. До последних лет, практически до середины 2000-х годов, нулевых так называемых, с 93-го совладельцы и владельцы этого бизнеса постоянно были в управлении. То есть они не отдавали это чужому менеджменту, а сами вполне заинтересовано, внимательно и по возможности профессионально, потому что я напоминаю, что ни одного профессионала этой сферы среди ни владельцев, ни генерального менеджмента не было. Старались самообразовываться, старались там ездить. Я не пропускал ни одной выставки мировой. И болтался там всяких гонконгов и сингапуров, да-да, Атлант там и Орландо в Америке. Нужно было все это видеть, почувствовать, пощупать, понять, как это... Один из моих партнеров, он просто работал в химчистке в Америке, в городе Балтиморе. Как там месяца два, по-моему, на рабочей специальности. Изнутри что называется? Изнутри понять, как это все устроено. Вот в начале 90-х годов. Поэтому это очень важная вещь. Включенность владельцев, инвесторов и заинтересантов в управление. И как вот мы меняли формат, мы меняли механизмы управления. Мы пережили все, что было тогда модно. Мы пережили матричные системы управления. Они наверняка тоже в ваших эфирах много раз обсуждались. И в конце концов пришли к тем типам и видам управленческой конструкции, которая, с нашей точки зрения, является эффективной вот в сетевом бизнесе. Ну и более широко возвращаясь к проблеме малого и среднего бизнеса, к сожалению... Время заканчивается. Очень коротко. Это беда, конечно. Это абсолютная беда. Это требует отдельного эфира и серьезного разговора, потому что малый бизнес находится под таким колоссальным давлением. И последние пару лет показывают еще раз, я не хочу тратить время, еще приводить примеры, но отсутствие вменяемой государственной и федеральной политики относительно поддержки малого бизнеса — это глубочайшее непонимание эффективности экономических факторов, существующих в нашей родной собственной экономике. И сегодня малый бизнес стонет об одном — отделиться, наконец, от государства всем доступным способом. Потому что, ну, последние годы каждый раз какая-то новация или в фискальной сфере, или еще в какой-то сфере, в административной и так далее, и так далее. Ну, пять лет стабильности хотя бы. И малый бизнес создаст вам этот ваш рост ВВП, который вы ищете черти где, там, в инвестициях в инфраструктуру или там еще каких-то вещах. Малый бизнес готов создать и может создать ВВП. В Европе и в Америке от 50 до 70% ВВП формируются малыми предприятиями. У нас пока единица процентов. — Дай бог опять, чтобы так было. Кстати, и тогда не будет выглядеть экономика кислой. — Кислой, как вы только что услышали в новостях, да. И это первый министр об этом говорит, не просто кто-то. — Да. Спасибо огромное. — Спасибо, Олег. — Дмитрий Несветов, президент группы компаний «Диана», был сегодня в студии сухого... простите, бизнес-класса. Я заговариваюсь уже под пятницу. А мы обсуждали проблемы, ну, и ситуацию на рынке и химчисток, и праздничных вчера, сегодня и завтра. Ну, и пользуясь случаем, еще раз я поздравляю вас с бывающим юбилеем. Повторю еще раз. 20 лет — это, конечно же, серьезный срок. — Спасибо. Ждем вас у нас.